приветствую вас на youtube канале про цветок сегодня с вами работает ученый агроном ломонос петр о чем мы сегодня поговорим мы выращивали рассаду мы зимой сели вы уже научились сесть вот выращивали рассаду подкармливали и сейчас мы уже будем рассаду высаживать рассаду перца у нас можно увидеть как в открытый грунт так и защищенный грунт но перец поскольку растение перекросто напыляемое желательно чтобы ходил воздух поэтому я бы сказал бы что лучше перец даже в нашей центральной части белоруссии выращивать в открытом грунте но единственно что надо учесть чтобы перец культура теплолюбивая которая происходит из латинской америки и мексики поэтому для своего развития он требует тепла тепло создать очень просто устанавливаем дуги накрываем пленкой накрываем пленкой мы создаем перцу тепло в это холодное время то есть уже у нас май месяц конец мая месяца но на улице все равно для перца еще прохладно потому что перцу надо 22-25 градусов не ниже вот и ночью чтобы градусов 15-17 было у нас ночи бывает что прохладные бывают дожди в этом первом этапе мы посадим перцы сделаем дуги накроем его пленкой а вот в июне когда уже потеплеет когда уже минуту угроза любых заморозков и и день на стороне длиннее мы уже перцы накроем спонбондом спонбонд будет согревать их ночью предохранять от ночных пониженных температур ну значит по перцах что рассада рассаду мы выращивали уже знаете даже у нас перчики некоторые перчики уже по по зацветали перчики чтобы зацветали конечно цветок очень красиво смотрится все но мы его будем вырывать мы его будем выщипывать это стоп мы вышли к ним он нам не надо почему потому что пока проживется проживется перцы проживется перчик значит наш цветок будет забирать питание и он никогда не даст нам полноценного плода дальше учитываем такой нюанс что как я уже рассказывал раньше в предыдущих роликах перцы бывают низкорослой высотой до 60 сантиметров и высокорослые которые растут даже метр пятьдесят метр восемьдесят так вот поэтому каждым перцем будет своя технология вот видите это перец низкорослый он уже как бы заложил цветок он низкорослый значит смотрите на перца вот у нас в эту перца как бы две развилочки мы их обе оставляем а так если у нас перчик дает там много развилочек оставляем только три развилки не гонимся за количеством плодов чем меньше развилок тем меньше плодов чем они крупнее поэтому суммарный урожай у нас меньшего количество цветков выйдет больше мы выиграем за счет веса плодов плоды будут более более крупные и они во вторых созревать гораздо гораздо раньше вот ну а если бы у нас перцы это были высокоростые там и конечно никаких бутонов бы и что не было ничего мы бы их после 6 7 листик от считали мы их пришлипнули потому что боковые побеги опять же дадут раньше 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 урожай ну а раньше урожай нам необходим потому что сами понимаете конец вот такой перец который вам советовали выращивать что в начале февраля сеть вот он начнет давать урожай уже в конце июня месяца июнь июль сам вот обильное плодоношение к августа но стоит уменьшаться а вот тот перец который вы так посели поздно он на только в августе вот то что мы сейчас видим он только в июне будет иметь такой такой вот параметры развития рассады вот уже на целый месяц соответственно вы будете получать позже урожай а позже урожай нашей центральной части белоруссии это не совсем уже хорошо почему потому что в июле начинают прохладные ночи становиться днем тепло ночи прохладные и развитие плода замедляется замедляется плод замедляется развитие а значит урожай наш падает растение образует густую густую мольте сетку пасыночков вырастают пасынки а урожая большого мы уже не получим ну чтож приступаем к посадке перца посмотрим как правильно то сделать и вы посмотрите делать или какие-то ошибки при этой операции наши мы перцы будем высаживать два рада значит один рад и второй рад через 15 сантиметров от одного рада будет 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 так второй рад что это дает нас такая посадочка два рада дают нам нам даст следующий следующий эффект перцы будут поддерживать друг друга а раз они просто напыляем и соседние растения будут соприкасаться значит вот ветер налетел все они будут опылять друг друга раз и мы опылят друг друга наш урожай будет гораздо гораздо выше потому что пчелы как бы перец не перенесут пыльцу пчелы перец не посещают он опыляется в наших условиях ветром вот почему мы рекомендуем садить такими двойными родами следующем отступим вот 60 сантиметров следующую полосу сделаем дальше наш капа луночку кто тоже как бы проблем больших не составляет в эту луночку мы да мы добавляем перегной обязательно добавляем древесную золу почему потому что перец любит нейтральной почвы это раз вот их если добавим древесную золу мы повысим устойчивость растению к увядания которое может случаться на кислых почвах у перца вот откуда причина почему ведает ваш высаженный хороший перец посыпаем древесной золой все отстательно перемешиваем берем почву с почвой и опять же важно обращаю ваше внимание что мы перцы будем сажать не на уровне почвы витя холмик на 5 сантиметров он подняты над уровнем почвы почва сядет конечно со временем и наш перец пользуется на уровне почвы а если его посадить сразу на уровне почвы его тянет туда вглубь дополнительные корни перец не образует очень редко и очень мало вот наша красивая красивая рассада вот наш красивый цветок который мы просто-напросто сейчас удалим чтобы не задерживал развитие все цветок мы удалили он не задерживал развитие высаживаем наш перчик все теперь остается нам его полить и можем приступать к посадке 2 2 перца 2 перец будем высаживать также радом вот с этим перцем высаживаем второй перец технология та же добавляем перегной добавляем древесную золу все перемешиваем добавляем земли делаем холмик и в этот холмик садим вторую рассаду перца опять же видите тоже результат тот же мы перцы посеяли рано и они уже наши перчики дали цветки но эти цветки мы опять же безжалостно удаляем потому что полноценного урожая мы из них не получим отношения не оттянут а вот эти расти и даже те точки дадут дадут нам плодоношение поливаем водичка нашего пит выпитывается хорошо и обязательно лучше мультируем вот то ли соломой то ли доли сеном вот видите на наша пара будет расти набирать силу и они будут подпитывать друг друга нужно что необходимо честь пусть у нас вроде заправлено у нас уже все там позже 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 есть необходимо будет сделать подкормки наш первая подкормка значит это перцем что делается в первую подкормку для перца мы унесем полное полное удобрение вот этому это лучше всего внести такое удобрение как ферс фертика вот пускай пройдет ну тут по перцах не надо торопиться где-то на десятый день мы на каждое растение унесем по чайной ложке фертики вот так фертику унесли взяли задел заделали в почву когда пройдет и что где-то будет 14-15 дней после посадки то есть еще через пять дней мы значит что сделаем сделаем азотную подкормку в качестве азотной подкормки можно взять или куриный помет вот или можем взять аммиашную серитру или мочевину вот и можем вот только сульфат аммония не использовать потому что сульфат аммония удобрения кислое он будет подкислять почву что не совсем ожидать для наших перцев а вот селитра и мочевина пойдут пойдут прекрасно но пройдет примерно за сам месяц после посадки началась хотя уже вы до сертика внесена мы уже сделали азотную подкормку перцы нуждаются очень в питательных веществах особенно в азоте и фосфоре поэтому тоже растворим аммиашную селитру туда добавим древесной золы на дно ведро 10 литров раствора мы сделаем следующей пропорции добавим пол литра в банку древесной золы и туда же добавим 50 грамм аммиашной селитры все это перемешиваем ну мочевины соответственно надо взять где-то 25-30 грамм то есть одна одна ложка сверху столовая и опять подкормим наши перцы ну и не забываем подкормить наши перцы потом уже дальше сложными минеральные удобрениями через каждые две недели 2 неделю то есть месяц две подкормки перцем давать обязательно это раз во вторых для того чтобы увеличить урожайность наших перцев чтобы они больше давали необходимо помнить вот о том что наши перцы надо дожидаться чтобы они созрели на кусту их надо собирать биологической зрелости то есть зелеными только чуть наши закрашиваться их надо собирать чем мы больше соберу чем раньше будем собрать плоды тем больше будет нарастать новых плодов а если мы дам то что плоды вызрали на кусту нас мы получим качество конечно плоду лучше но урожая получим ниже потому что дарец созревания составляют две недели вот технической спелости до биологической и полной спелости две недели а сами понимаете что две недели условиях нашу белорусского климата это большая но большая разница потому что лето у нас не такое такое уж и длинное ну и дальше что тоже может раскачивать остается теперь наши перчики побрызгать и пинам этого обязательно парадки хотя они у нас искомом земли они не переболели брызга наши пинам и обязательно причиняем первые дни ставим дуи и накрываем спонбондом в отличие других культурах можно сразу спонбондом не накрывать пленкой потонка не могут сгореть наши перчики если так сделайте ваши перчики порадуют вас хороший хорошим урожаем хороший хорошим здоровьем не будут болеть главное чтоб и поле поливать перчики почему не поставили на горочке значит чуть-чуть вода были стекать от корней а нас вы стекать от корней не будет исчелочная реакция что того чтобы добавили зал и древесной при посадке не жалели вот буду создавать неблагоприятные условия для такой болезни как увядание перцев ваши перчики не будет увядать а буду дышать здоровьем и радовать вас отменным урожаем успехов вам хороших урожая до новых встреч до свидания